Здравствуйте, дорогие друзья! Приношу свои извинения за то, что очень долго не было фильмов на канале по вязанию мушек. Причина была чисто техническая. Переделывал полностью свой комп, железо, прочая десятая видеокарта. Еще раз огромное спасибо Андрею Ильину за то, что мне оказал помощь своей видеокартой. Ну и в основном были приманки, такие, которые для зимы мало интересные, так как они все у меня стандартные и все вы прекрасно видели. Но в данный момент у меня имеется такой хитрый заказ. У человека есть практически все, и вот он захотел попробовать на определенные мои такие хитрые приманки. Как вы видите, это вот такая незатейливая приманка, как я ее там называл, пулей по-разному. Они у меня имеются разных здесь вот вариантов изготовления по весу, по объему и по изготовлению, допустим, тела. Как вы видите, вот разные есть. И буквально вот все они изготовлены со смещением центра тяжести и с применением вольфрама. Вольфрам я применяю, вот я уже наломал кусочков, имеются у меня огрызки электрода вольфрамового. И я от него уже отламываю плоскоупцами необходимое мне количество кусочков и огружаю свою приманку. Человек ловит все это спиннингом, и была поставлена задача ловить хищника, в частности щуку, в большей степени для щуки, на больших глубинах. То есть практически возле ям, где обитает хищник, для трофейной щуки. Я не сильно распространялся по поводу вот таких приманок, хотя я ее уже более 10 лет как изготавливал и изготавливаю. Я делаю только лишь для определенных рыбаков, которые обладают культурой рыбалки. Почему я так выразился? Потому что это типичный драч. Если его применять сейчас на ямах, понятное дело, вы повалавливаете практически всю рыбу, поэтому я изготавливаю и отправляю только порядочным рыбакам. Ну, давайте теперь это мы отложим. И я покажу, вы уже видели неоднократно, я вот изготавливал и такого типа приманочки. То есть приходится сейчас под этот заказ немножечко изощряться. Ну и понятное дело, вот такого типа с лепестком. Они все со смещенным центром тяжести. Если это вообще, кто смотрел все мои фильмы, то такая приманка применяется в основном в коряжнике. Или там, где очень много мусора и сложно ловить другими или не зацепляйками, или будем говорить другими приманками. Ну и понятное дело, я сделал еще вот такой смешанный, как я его называю, стример на основе зонкера и овсетного крючка. Виляет хорошо хвостиком. Ну и понятное дело, рыба себя проявляет сразу на такую играющую приманку. Учитывая эту особенность, которую вот мне по условиям необходимо изготовить, я немножечко подумал и когда-то я делал, но в данный момент уже новый сезон, поэтому я буду изготавливать абсолютно новые приманки. Нам понадобится с вами вот такой тройник. Это условие заказчика, так как в основном больше всего у него было поимок щуки именно на не основной вот такой крючок-двойник, а на тот, который он ставил себе в хвост приманки. Поэтому, как вы видите, вот я показываю вам два крючка, и между ними мы будем выполнять определенные звенья, для того, чтобы наша приманка была составная и хорошо играла в воде. Я не буду сейчас рассказывать, что и как. В процессе вязания мы с вами уже будем, как говорится, обсуждать определенные технические моменты, которые необходимо соблюдать. А именно, хвостик у нас должен быть самым-самым легким, и в то же время хвостик у нас должен быть... Давайте я немножко приближу. Вот так. Вот. И хвостик у нас должен быть, как у воздушного змея, поддерживать крючок и потом поддерживать все тело, для того, чтобы не было проседания в толще воды самого стримера. Нам еще понадобится с вами проволока. Я использую вот нержавейку 1 мм. И наделал вот таких скоб. Потом в процессе эти скобы я вот так вот обжимаю и буду соединять. Поэтому в данный момент я не буду сейчас ставить, потому что мы начинаем вязание с тройника, и будем двигаться к основному двойнику, поочередно привязывая наши звенья. В изготовлении стримера я буду применять мех песца и немножечко совсем будет пера. Почему? Потому что перо в щучьих зубах не очень долго живет. огружать вот этот крючок я, как уже показал, вольфрамом. Ну, есть разные вот и такие, вплоть до того, что можно здесь вот отпилить и сделать вес. И в дальнейшем я вот буду изготавливать, как я всегда изготавливаю, джиги. Долго пришлось ждать крючки Гамакадсу. Это вот настоящие фирменные, которые еще остались у нас на территории Украины. И вес, как вы вот видите, здесь есть и 6, есть и 12, есть и 14 граммов. То есть необходимо, чтобы приманка обладала весом от 8, и до 15 граммов. Ну, дальше, как говорится, можно эту приманку и к чебурашке, и на отводном поводке, на любой вес сделать и забрасывать. Все мы, как говорится, в нахлыст, или же в рыбалку искусственными приманками, пришли со спиннинга. Поэтому я прекрасно понимаю условия, технику заброса, и поэтому, обладая этим опытом, я стараюсь изготавливать приманки, которые были бы удобны и комфортны спиннингистам. Значит, что нам нужно? Нитку я использую 6.0, как я всегда говорил, под величину крючка необходимо подбирать нитку. И в качестве укрепляющего клея я использую вот такой. Вы неоднократно, постоянно мне пишите, спрашиваете. Ну и плюс к этому у меня ряд подписчиков интересовались, какой лак. Опять же, один и тот же фирмы Хэнс. Это лак-клей глубокого проникновения. Чем он отличается от других лаков? Это тем, что он проникает на всю глубину провязанной нами нитки, и потом, когда уже затвердевает, у нас получается монолит. Ну, считайте, что почти как клей УФ, только клей ультрафиолетовый сам по себе не обладает таким глубоким проникновением, поэтому я его использую только лишь для каких-то определенных моментов, где необходимо быстро мне изготовить или тело, или там какие-либо другие части приманки, чтобы можно было как можно быстрее потом дальше вязать. И, нанеся немножечко клей, проматываем полностью по цевью нашу нитку, стараемся так, чтобы не было неровностей, так как перо, а потом будем крепить наш мех. Я дойду почти до самого загиба ниткой, и именно здесь сразу я закреплю вот такое вот оранжевое перо. Оно типа шлямпного перышка, но величина бородок мне как раз очень-очень подходит. И крепить я должен эту опушечку изготовить на половину самого крючка, цевья крючка. Почему? Потому что вторую часть мы будем создавать крыло на нашем тройнике для того, чтобы наш тройник выполнял функцию еще виляния нашей приманочки со стороны в сторону. Можно, конечно, и кусочек шкурки с мехом закрепить, но я в основном изготавливаю это так. Теперь мне понадобится даббинг, так как у меня здесь используется перо оранжевого цвета. Я беру вот такой даббинг, опять же, флуоресцентный. По поводу того, на какую глубину проникает ультрафиолет, я не буду сейчас. Мы уже на эту тему, я школьникам объяснял, которые диванные критики мне пишут, что на какие там 10 метров проникает ультрафиолет. Ну, ходите в школу, ребята. И закрепив, вот я подхватываю сам даббинг, и у меня уже образуется вот своего рода такая даббинговая веревочка, как Роман Мозер вязал в своих фильмах. Ну, вот, дошли до этой части, и нам этого достаточно. Как будет ложиться перо вперед бородками, или, допустим, взад будут идти в сторону загиба, это уже не принципиально. Главное, чтобы очень вот здесь плотненько намотать наш ёршик. Внимательно следите за тем, чтобы перо не сильно билось при намотке, обжало крючка, потому что ость пера обрезать можно очень быстро. Крючки, как я говорил, я использую все, только фирменные и качественные. Это крючки фирмы Овнар. Я им доверяю. Ну, а с другой стороны, на данный момент сложно найти уже более-менее качественный крючок. Хотя не Китай, но в то же время для изготовления вот таких моих приманок всё сложнее и сложнее находить хорошие крючки. Даже вынужден обращаться к друзьям из-за границы, чтобы мне могли или с Англии, или, допустим, Чехия, Польша, Финляндия, ну, не буду перечислять, даже Норвегия мне могли переслать необходимые крючки. Значит, скажу сразу, я не ставил на клей, хотя можно было промазать немножечко наш даббинг и примотать перо за счёт того, что даббинг хорошо у нас держится и нитка ещё в клею. Вот, у нас будет хорошо держаться перо. Теперь нам понадобится даббинг, желательно, вернее, мех желательно найти, вот, чтобы можно было подобрать по длине. Ну, вот морковка оранжевый. Попробую, попробую взять наш этот мех. Значит, это мех Песас-брюшка. И со спинкер, с лапок, разные, поэтому желательно здесь использовать более-менее мягенький мех. Теперь, точно так же, мы берём, добавляем немножко оранжевого нашего даббинга. я в начале фильма не сказал. Фильм будет длинный, нудный, но разбивать на этапы я не буду. Я постараюсь в процессе изготовления приманки как-то сократить время, но разбивать на два фильма я не собираюсь. Теперь, вот, смотрите, я дохожу до колечка и возвращаю нитку немножко дальше. Что мне необходимо теперь? Значит, здесь немаловажное значение имеет, как мы с вами будем в начале, вот в данный момент, сейчас изготавливать само крыло. Так как у меня колечко расположено вот так, значит, я должен своё крыло установить сверху и снизу для того, чтобы у меня всё время в воде был сориентирован крючок. Смотрю теперь по величине моего меха, меня вполне устраивает, то есть он должен приблизительно быть две длины нашего цевья. Для чего? Чтобы можно было нам как бы имитировать здесь хвостик. По величине меха, ну, считайте так, как я вот обычно всегда говорю, я мех вот так, когда выбираю, скрутил и посмотрел на саму толщину. Вот толщина у меня вышла примерно как ампулка от ручки. Теперь я беру, наношу хорошую капельку клея и на торец моего меха тоже. Держим в одной плоскости и стараемся теперь вот таким движением подхватить наш мех. Совсем-совсем немножечко. подтянули. Отлично. Он у нас остался в том же положении, которое мы ему и придали. Можно немножечко его теперь подхватить. Дальше мы уже с вами будем, когда закрепим сейчас уже еще нижнюю часть. Мы тогда уже все качественно плотно. Добавим еще немножко клея. Примотаем. Теперь также берем клей и повторяем всю ту же операцию, которую делали. Берем, добавили торец меха. Друзья, очень неудобно и очень травматично крепить мех, когда он прямо вот возле жала крючка. Закрепили. Теперь я беру хотите вот как вот допустим я можно убрать отстричь ножницами оставшийся вот этот мех, который попал. Можно дождаться, когда оно все затвердеет и потом все это убрать ножиком, срезать. Ну, я делаю так. Теперь для удобства я промазываю вот все это хорошо клеем и нам с вами понадобится теперь немножечко добавить блестящих элементов для того, чтобы наш хвостик хорошо выделялся. я использую вот иногда вот такой плоский люрекс голографический можно любой какой вы сочтете необходимым ну желательно чтобы он не был крученым для удобства увлажняем наши крылышки чтобы мех у нас не лез никуда выбираем длину и крепим вот такой небольшой притяжной петлей можно сразу отправить это вниз обрезаем по длине оставшуюся я все равно креплю вот так и теперь мы уже с вами можем спокойно сделать вот небольшую такую головку значит здесь мы не будем с вами изготавливать скрывать лаком прочее десятое то есть стандартное я делаю беру даббинг и следы и следы нашего злодеяния опять же закрываем оранжевым даббингом даббингом так же как я уже показывал неоднократно берем и нитку и даббинг и прокручиваем все здесь теперь для завершения я беру опять буквально капельку клея наношу на нитку и здесь делаю завершающий узел хвостик можно добавить и больше люрекса но учитывая то что не всегда когда много блестюлек у нас хорошо для хищника хотя зачастую щука хорошо реагирует теперь вот я беру изготовленную вот такую скобу что мне нужно я плоскогубцами придаю колечко вот изготавливаю так с одной и с другой стороны и мы должны с вами теперь определиться это вот как мы видим у нас получается мы должны ее закрепить вот вот так теперь эту часть ну обычно чтобы не было никаких проблем и у меня и у вас я всегда вот беру нарезаю спиненого пенки это полиэтилена и закрываю вот так жало тройников поверьте мне лишним не будет можно трубку можно как вам будет удобно но я это делаю вот так убираем теперь наши наш тройник и теперь внимательно посмотрели как и что и берем закрепим нашу наше связывающее звено теперь я промазываю точно так же клеем можно подровнять но вы сейчас сами увидите как только я начну изготавливать здесь фиксацию моего пруточка они между собой соединятся без всякой сложности если например у вас нет в наличии проволоки ну повзаимствуйте у жены для волос заколочку нет можно применить сейчас я вам покажу так как я занят еще радиоэлектроникой вот у меня имеется вот такой медный провод но тогда получается длину звена нельзя делать длинной хорошо еще подойдет сюда проволока которая от точечной сварки или же вернее не от точечной а от автоматов где используется проволока для сварки ну ну все клеем и теперь нам необходимо здесь это все вот закрепить да неудобств будет достаточно но так сейчас мы тебя еще подожмем малая дал для зажима так и вот отлично и теперь мы спокойненько изготавливаем здесь подложку для того чтобы крепить наши все материалы следим за тем чтобы этот наш тройничок никуда не влазил техника изготовления может быть разная ну я использую вот такую поэтому кому как будет удобно есть у меня друг Михаил Разумный очень хороший как художник фотограф рыбак муховяз раз вот он у него имеется своего типа приманочки но как он сказал я пока выкладывать это все не могу поэтому я как будут у него фильмы я потом вам дам ссылочку на его фильмы поправим выровняем и здесь мне теперь необходимо что так же как я изготавливал в одной плоскости приманочку самого тройника опушечку значит мы сейчас точно так же берем но буду использовать я уже чисто вот такой у меня имеется немножко как непонятного оттеночка как бирюза и буду использовать белый и буду использовать черный мех писа низ брюшка у меня будет белая верх у меня будет черный и так же мы сейчас вы увидите будем ступенечками все это изготавливать но все только в одной плоскости а теперь под самый буквально под самое колечко я делаю вот из даббинга сперва оранжевого так как у нас идет стыковка с нашим оранжевым хвостиком делаем хорошее вот такое утолщение здесь и берем теперь также выбираем по величине чтобы нам более-менее подходило подходил мех для закрытия прикинем мне вполне вот так устраивает значит от хвостика то есть тройничка мы должны двигаться с вами к нашему двойнику увеличивая само крыло то есть мы имитируем нашу рыбку опять опять берем клей делаем капельку на место куда мы закрепили и на наш мех притяжной петлей стараемся сделать ну вот очень-очень уж вот так тоненько закрепили теперь берем переворачиваем и крепим наш белый мех также белый мех у меня несколько длиннее черного поэтому мне придется обрезать лишнее но это не страшно пойдет еще у меня в даббинг вот вымеряем длину с этим крылом и обрезаем лишнее опять берем клей и также все закрепим на мех и на само изделие вот смотрите мы с вами вот так уже изготовили опять я беру теперь уже тот даббинг который я буду применять для моего светлого тела и следы нашего злодеяния где мы с вами накрутили крыло мы должны закрыть даббингом даббингом отступили ровно на вот этот наш кусочек где мы обработали даббингом где-то 3-4 миллиметра и опять начинаем крепить белое и также черное крыло пока мы не дойдем до нашего колечка понятное дело я здесь сделаю паузу все это я изготовлю и потом уже посмотрим что у нас выйдет как вы видите я уже сформировал одно звено пришлось да и также у вас выйдет желательно аж наехать на сам на само колечко и как вы видите у нас четко в одной плоскости сформировано тело ну у меня вышло раз два три пять вот таких вот косичек вставочек ну а вы уже как будет получаться у вас можно еще применить конечно технику когда ершиком сделать ну получается что она будет как бы одна цветная а потом фольгой вот как имеется сейчас я попробую тут быстро вот елочными вот такими украшениями потом можно вот так здесь закрыть тело но так как я использую даббинг поэтому мне желательно чтобы тело было такое ну и дальше смотрите сами вот я убрал оно еще понятное дело не распушилось и у нас уже сформирована вот такая хорошая часть теперь точно так же мы берем вот в этой плоскости берем второй наш составной элемент соединяем и понятное дело нам теперь в очень неудобном положении надо закрепить наше колечко которое у нас имеется чтобы можно было продолжать вязать в одной плоскости будет друзья мои очень неудобно но вы с этим справитесь как вы теперь дальше поняли я буду я закончу а потом уже продолжу тогда когда надо будет крепить уже к моему двойнику уже вот эти две части но они уже как вы видите распадаются и очень хорошо вот мы с вами как вы видите по нарастающей вышел у нас вот так мех нормально играет тело значит оно плоское ну и длина уже здесь получается более десяти так как мне надо изготовить приманку длиной длиной таково делал звено блестяшек я не добавляю это уже потом мы с заказчиком решим когда он опробует эту приманку стоит или нет одеваем последний наш с вами элемент который будет крепиться уже к нашему двойнику вот так сверху и нам необходимо с вами друзья слегка раздвинув наш двойник так как он у меня не спаянный вот так его закрепить теперь уже мне немножечко будет легче почему потому что я ориентируюсь уже на плоскость самого крючка и дальше уже будет легче крутить вертеть тиски но все равно будут немножечко они под как бы наклоном ставим понятное дело не по феншую но так чтобы нам двойник наш был нормально закреплен что нам здесь понадобится желательно как-то бы вот все это наверх вроде бы хотя оно и сверху и снизу и сбоку мешает очень сильно в вязании ну тяжело будет скажу честно наверное первые моменты когда можно даже вот увлажнив мех наверное здесь у меня имеется вот прищепочки всевозможные подхвачу здесь прищепкой или заколкой значит так раз двинули как нам нужно и пока моя лохматушка еще никуда не убежала и меха мне здесь не накидала я беру промазываю это все клеем там где мне надо закрепить именно мой мою движущуюся движущуюся часть и проматываем ниткой а потом уже перейдем к основной огрузке стараемся как бы стягивать наш крючок чтобы в дальнейшем никуда не разбежались наши части мех для меня уже аллергические сопли и глаза что-то на втором десятке вязания появляли появляется аллергия на мех как только открываю ящик сразу начинают глаза щипать сопли и все остальное ну что делать издержки производства и зрение садится и опять же клей свое дает нельзя его так применять как я его применяю а надо с вытяжкой ну вот мы с вами уже закрепили можно даже посмотреть как эта красота у нас будет но это мы уже будем смотреть чуть-чуть попозже так годится ну и теперь самое главное ну вот у меня имеется два вот таких кусочка они разные по величине я как уже объяснял и решал вопрос заказчиком буду делать со смещенным центром тяжести а это получается так что я должен грузик закрепить вот на нижней части цевья подровняю я для себя вот так эту часть передавил нитку но это не страшно и выбираю как мне здесь его удобнее будут крепить у загиба желательно меньше а к колечку получается ступенька или или использовать меньший вот этот кусочек тогда у меня выйдет да по центру ну пока я его вот так под хвачу по-любому выйдет вот такой горб от которого мы никуда не денемся потому что надо использовать хорошую огрузку ну и теперь я вам не буду забирать ваше время промазываю хорошо клеем и буду формировать тело для основного двойника значит я что взял буквально шариком здесь сделал точку атаки и учитывая то что у меня должна быть вызывающая эта часть стримера я взял буквально сколько тут раз два три четыре пять оранжевых перышек и тело я буду изготавливать из вот такой тесьмы которую я покупал в галантерее можно из даббинга но учитывая то что мне нужно сделать крепкое как говорится для щуки тело я буду использовать вот с помощью клея так эту тесьму вы можете использовать и даббинг и синель если у вас имеется то есть так для тела практически уже большого значения здесь не имеет так как оно будет у нас проявляться через перо а перо не будет настолько промокать чтобы можно было сильно видеть тело так чтобы только проявлялось ну и понятное дело наклей все это садим виточек виточку плотненько цвет можно и сиреневый было ну здесь уже без разницы для общего нашего развития пойдет все что угодно закрепили убираем и что самое здесь вот такое для нас будет неудобно опять выскочили выскочил мой берем все перья в одной плоскости и пытаемся вот сориентировал их как бы в одной плоскости производить с одним шагом где-то миллиметров через восемь намотку по телу скажу скажу что не у всех это может получиться но должно получиться и потом необходимо все это нам расчесать так выскочило одно перо у меня вернем его на место и так чтобы до колечка у нас вы подрассчитали все все количество оборотов здесь заприхватим скажу честно будет трудно почему потому что перо имеет очень такую ость крепкую и будет сложно нам красиво его закрепить немножечко вот так подхватили теперь чтобы не все перья сразу а вот постепенно одну ость вторую и так не торопясь мы с вами убираем вот все которые у нас здесь были закреплены перья вытащить и убираем теперь смотрите что получается здесь вот идет такое сильное нагромождение именно за счет ости пера получается толстая шея мы с вами должны распределить более-менее симпатично все это нитку для начала уведем к самому колечку какой цвет это в данный момент не принципиально вот я подхватил оно не совсем такое симпатичное теперь что я делаю я беру и начинаю те бородки которые у меня подмялись при наматывании я их все поднимаю и выравниваю вот оставляем в таком положении и здесь закрепим теперь уже окончательно с помощью клея наше перо вот выйдет такая несимпатичная большая жирная шея я взял вот немножечко клея и нанесу на мою шею для того чтобы хорошо закрепить вот это перо которое мы здесь с вами накрутили стараемся так чтобы у нас было все плотно и опять же не было таких больших горбулей потому что потом неудобно будут мотать перо я взял вот такое флуоресцентное шартрес если у вас нет можете красное можно даже обычное зеленое ну то есть как как у вас выйдет по вашим перьям нет если у вас нет такого пера можно спокойно взять одно перо вот такое оранжевое но так чтобы были уже бородки несколько побольше потому что здесь нам надо создать уже пышность у самого колечка там где мы с вами будем формировать головку с глазками и со всем остальным вот как вы видите у меня бородки длинные и позволяют здесь выполнить намотку теперь я стараюсь вот как-то его перо увлажнить так чтобы у меня бородки сразу начали ложиться в одну сторону и не мешали перо норовит развернуться и сделать мне бяку ну поправляем само перо изготавливаем ёршик ну вот длина моих бородок как раз хорошо позволяет выполнить опушечку можно если у вас нет можно взять и мехом как я вот делал красную шапочку для щуки но дело в том что Юрий сказал что у него наподобие моей красной шапочки были плохо реагирует щука на такую приманку поэтому вот я решил сделать в таких нейтрально вызывающих тонах чтобы можно было еще ее как-то заразу привлечь ну ось здесь тоже у меня толстая поэтому как раз здесь получается что вот аккурат до колечка хорошо станет дальше придется вот уже начинает ось ломаться можно увлажнить саму ось пера тогда перо будет вести себя несколько лучше ну честно скажу я не делал этого а сделать бы желательно так ну и теперь уводим бородки от колечка и аккуратненько можем срезать расколовшуюся мою ось пера это как раз снизу вот хорошо так теперь увлажняем все бородки и уже здесь я начинаю формировать саму головку куда я буду потом приклеивать глазки ну как вы видите вот вышел вот такой вот симпатичный валанчик ёршик с хорошими играющими бородками я здесь закончу ну и потом уже когда как говорится приклею глазки оно не составляет большой сложности хоть начинающим хоть опытным поэтому я закончу и уже потом покажу как оно будет выглядеть вот друзья мои вышла у нас вот такая симпатичная головка ну я честно скажу что я еще буду ее скрывать скрывать и вскрывать лаком чтобы ей придать ту форму которую я хочу ну и в завершении как говорится вы сами прекрасно понимаете вот у нас вышла вот такая симпатюлька вот как она будет себя ввести в воде все прекрасно понимают ну это для съемок можно конечно было бы мне и намочить но вышел вот такой симпатичный стример который будет играть достаточно хорошо в одной плоскости виляя хвостом длина его как раз так и вышло 15 сантиметров то есть практически я все что планировал мне заказчик я выполнил значит что касается вот всех вот этих соединений значит я показывал были некоторые фильмы где я это изготавливал на леске поэтому можно и использовать леску можно использовать и любой другой материал я уже рассказывал в процессе фильма ну а все остальное как говорится вы уже прекрасно видите так что благодарю вас друзья мои за внимание и до следующего фильма будем с вами вязать новой модели жука как говорится у меня так получилось что есть вот такой материал изготавливает рядом производство коврики разное покрытие в машину он очень близок а может даже и есть как материал Ева жена у меня набрала изготовила из отходов коврики свои хозяйственные ну а я у нее взял как говорится для работы себе обрезки так что вот из такой пенки будем мы изготавливать красивого объемного жука ну благодарю за внимание до скорых встреч премь до скорых до скорых до скорых